Всем привет, друзья! С вами как Снурбзи! Добро пожаловать в СКИБИДИ ДОБДОБДОБДЕССЕ! СКИБИДИ ДАБЛДИМДИМДИМ! Хотя, друзья, СКИБИДИ ТУАЛЕТОМ уже вторую серию не так уж и весело! Потому что появился новый персонаж! Новая раса! Это ТВ-Мэны! И знаете, ребят, сегодня вышла новая юбилейная серия! 40-ая, ребята, и вы просто сломали мне все комментарии на всех каналах под всеми видео, что Робзи быстрее сними! И знаете, в чём прикол? Видео по СКИБИДИ ТУАЛЕТОУ 40-ая серия вышла раньше, чем Шурции! Сегодня мы разберём всё максимально подробно, ребята, но если вы любите видосики по СКИБИДИ ТУАЛЕТОМ, Если вы любите просто видосики на ютубе, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Итак, друзья, в руки берем Вантус против скибедистов. Что? Целая армия летающие, реактивные, гигантские. Опа, Тиви-мен. Еще Тиви-мен. Еще гигантский Тиви-мен. Офигеть. Это что такое? Это какая-то ли... О, боже мой, какой яркий свет. Офигеть. Посмотри, они их просто сожгли. Офигеть. Вы видели, что они с ними сделали? Он показывает улыбку, но эта улыбка очень странная. Так, ребят, погодите-ка, давайте все максимально подробно. Сначала я хочу посмотреть, что же разработчик, что же TheFakBoom написал под самими видео. Так, друзья, 39-я серия. Мы с вами смотрели ее в прошлый раз. Написано, что здесь что-то происходит. Может даже с вами перевести. Есть кое-что пострашнее, чем скибеди туалет и скибеди доп-доп. Полноэкранная версия. Итак, друзья. То есть он сам написал, что есть что-то пострашнее, чем скибеди туалет. Это, кстати, лайк нужно поставить. И вы поставьте мне под видосиком. Так, что же у нас написано в 40-й серии? Так, ребята, смотрим. Тиви-мены пришли на помощь. И знак вопроса. То есть, подожди. Не факт, что они на самом деле пришли на помощь. Подождите, а что у нас в тегах? Туалет в Огайо скибеди мем. Но здесь все стандартно. Скибеди туалет против операторов. Телевизор. Это то, что я думаю. То есть, сам Дафакбум нам намекает, что они пришли помочь. То есть, не факт, что они нам помогают. Возможно, они ищут какую-то самую выгоду. Но, ребят, мы все это с вами обсуждаем в теории мира скибеди туалета. Смотрите, начало видео у нас начинается с того, что на дороге валяется несколько разбитых камераменов. То есть, я вижу, что справа у нас камера. Слева у нас одна или две камеры. В центре валяется мертвый, ну или без сознания в отключке. Это радиомен или колонка мэр. Мэн. Мэн, ребят. Так, мы берем с вами Вантус. Причем есть их несколько. То есть, мы опять же продолжаем смотреть на мир от лица камерамена. То есть, мы это камера, которая все это дело снимает. Смотрите, он взял Вантус. Но, мне кажется, Вантус здесь мало чем поможет. Потому что, во-первых, я вижу три очень больших скибедистов. Конечно, не, ребят, не того самого главного, который лазером стреляет. Но это все равно гигантские скибедисты. Их трое. Причем, посмотрите, у них разные лица. Если мы часто встречаем скибедистов, или скибеди туалеты, называйте как хотите, с одинаковыми лицами, то здесь они все разные. Также внизу куча маленьких. Сверху я вижу два летающих такие скибеди туалета типа вертолет. И два реактивных, которые мы с вами видели в прошлой серии. Которые офигели от синего свечения маленького Тивемена. Вы понимаете, в прошлой серии мы видели только маленького Тивемена. И сейчас этот типа с Вантусом говорит, я вам сейчас наваляю. Не знаю, почему он решил навалять. Потому что вот эти гигантские туалеты, они же зафигачат его. То есть он знал, что у него ждет помощь. Помощь, ребята. Только на самом деле, хорошая ли это помощь? Или в итоге они восстанут еще и против камераменов? Пока что, ребята, скибедистам не позавидуешь. То есть раньше мы смотрели, у нас были паразиты. Появились скибеди туалеты, которые захватывали камераменов. Радиоменов. И все было очень плохо. Мир собирались захватить. Но появились Тивемены, которые все перевернули с ног на голову. Кстати, сегодня юбилейная сороковая серия, ребят. Смотрите. Он говорит, отойди-ка. Я говорю, подожди. А как он сделал? Подожди. Он умеет... У него есть умение телекинеза. Потому что, смотри. Он его не толкнул. Он поднял руку. И камерамен не отошел. Он как будто отлетел в сторону. То есть он, знаете, типа поднял руку. Его отодвинул. Смотри. Видали? Видали? То есть у него есть функции, ребята, телекинеза. То есть он управляет... Офигеть. Я не знаю, что это за супергерои. Но Тивемены это реально какие-то... Не знаю. Это раса супергероев. В мире скибеди туалетов. Он реально его не толкал. Смотрите. Рука не касалась. Вот. Она не касалась. Он просто его отодвинул. Говорит. В стороночку. И здесь идет гигантский Тивемен. Посмотри. Зас... Я сначала подумал, что это какой-то паук. Но у него... У нас с вами были скибедисты пауки. У нас с вами были камерамены. Точнее радиомены пауки. Радиоколонки. С паучьими такими штуками. Но здесь, ребята... Вот эти паучьи лапы используются для того, чтобы придерживать еще дополнительных 4 экрана. И видите? То есть он светит белым светом. В прошлый раз они побеждали синим. Теперь здесь белый свет с какими-то помехами. Вот этот, ребята, камерамен. Мне кажется, это тот, что был в прошлой серии, который нам подмигивал в 39 серии. Вы помните? Он нам в конце такой говорит. Нормально, не переживай. Но с такой ухмылочкой. Подходит к нам. И вручает что-то наподобие... Ааа... Ну это железное... Это типа линзы. Заметьте, как сейчас у нас поменяется цвет нашего... Ммм... Видите, он одевает и видите, немножечко... Вот сейчас светлое такое все, да? А сейчас немного синевы или фиолетового добавило. Почему они помогли? Почему они дали ему линзу? Ну так как мы выступаем за главного героя, мы не можем погибнуть. Потому что на этом оповещание закончится. То есть дафак бум. И есть этот камерамен, который все это дело снимает. Гигантский ТВ-мен сейчас врубит на полную мощность сразу 5 своих телевизоров. То есть видите, вот эти маленькие сейчас свои синий экран не включают. То есть это... Я не знаю, он не главный, скорее всего. Главный вот этот вот, который тогда нам помог. Который за всем наблюдал. И мы встречали его, если я не ошибаюсь, 34-й... 37-й или 37-й... Короче, в трех сериях. Я рассказывал в прошлом выпуске, в трех сериях мы встречали. Сейчас он вруб... Посмотрите, насколько ярко. У меня сейчас реально монитор просто взорвется. Врубает просто прожекторы. И... Скибедисты в прошлый раз от синего цвета. Они были гипнотизированы. В этот раз они, конечно же, щурятся. То есть они пытаются закрыть глаза. Пытаются не смотреть. Но они как будто сошли с ума. Все, кто летали, сразу попадали. Все, кто были внизу, они начали бегать просто хаосно. Без... Не знаю, как это называется, ребят. Короче, просто хаотически бегать и сходить с ума. То есть как будто их сводит с ума этот яркий свет. Так, смотри. Видите? Все попадали. Эти и этот... Здесь радиоменчик сразу. Кстати, у него, видите, нет... Нет камеры по нему. Поэтому для него... На него никак не влияет этот свет. Он спокойненько подошел и смыл большого скибедиста. И здесь, ребята, это тот же персонаж, что и был в прошлый раз. Он нам говорит. Чувак, все нормально. И вот такая улыбочка. Но улыбка, видите, не просто смайлик, знаете, типа такой ровненький. А прям такой очень-очень яркий смайл. Типа он улыбается. Знаете, что я еще заметил? Смотрите. Смотрите, в этот раз они применили очень яркий свет экранов. Подожди, камеры же не излучают экран. Телевизоры же... Точнее, не излучают свет. Телевизоры излучают свет. Подожди. На улице у нас сейчас ночь. Правильно? А будет ли полезен этот свет днем? То есть, если, допустим, скибедисты столкнутся в схватке против тивеменов днем. Сработает ли их свечение настолько хорошо? Нет, я думаю, что оно все-таки сработает. Но, возможно, не в полной мере. А ночью это все происходит. Кстати, эти продолжают дальше страдать. Маленькие там разбежались кто куда. Мы за этим всем смотрим. И, видишь, линза, получается, не дает нам погибнуть. Или что там с нами сможет случиться. Ну, кстати, я думаю, если бы я не одел линзу. Ну, то есть, камерамен, который смотрит от нашего лица. Возможно, он бы не сходил с ума, а просто повредил. Но он же, получается, все это дело снимает. Принимает на себя. Блин, короче, я не знаю, что это за тивемены. Но, блин, вот этот вот огромный тивемен с четырьмя мониторами. Это очень круто. Ребят, ждем новую серию. Нового разбора. Вы пишите комментарии. Пишите свои теории. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Колокольчик. Всем удачи. Покедова. Продолжение следует.